Всем привет, с вами Асяна и сегодня я покажу, как загрузить свои дома постройки на The Sims Resource. Итак, в первую очередь мы выбираем тот дом, который нам надо и запоминаем его данные из самой игры. То есть это размер участка, стоимость и его каталоги. Далее переходим на The Sims Resource. Если нет регистрации, то надо зарегистрироваться. Переходим добавить наше творение, выбираем The Sims 4 и переходим к следующему шагу. Здесь мы выбираем именно файл нашей игры. Он должен быть заархивирован в формате zip, никаких других файлов там не должно быть. Соглашаемся, переходим дальше. Пишем с вами название нашего участка, делаем маленькое описание. И также мы должны здесь указать, какие коды у нас при игре были использованы при создании и все каталоги. Дальше мы с вами выбираем, к какому параметру относятся. Это у нас с вами лоты и жилой участок. Дальше мы с вами должны заполнить теги. Это у нас естественно Sims 4. Все мы указали и мы проверяем, чтобы был файл у нас прикреплен и добавляем уже непосредственно скриншоты из игры. Скриншоты должны быть у нас размером 1024 на 768. Немножко странный размер, но это не проблема его сделать. Файлов должно быть 8 штук. Еще раз обновляем страничку и у нас с вами появляется вот такое окошко. И вот в это окошко мы с вами заполняем те данные, которые мы в самом начале заполнили из игры. Это стоимость, сколько этажей, заполнено оно полностью или не полностью, размер участка, использовался ли доп. контент или нет. Все мы с вами все это сделали, проверяем, чтобы были теги, потому что они иногда слетают. Все проверили, чтобы все было правильно и смотрим. Вот здесь вот я загрузила файл не того размера, оно сразу нам показалось, что оно неправильно. Мы его удаляем и добавляем еще одну строчку, чтобы его перезагрузить. И находим его нужного размера естественной и загружаем. Опять обновляем нашу страничку, проверяем, чтобы все данные были правильно, оно все находится. И вот таким образом мы можем подвинуть нашу фотографию вверх или вниз. Опять же обновляем, оно должно заполниться и нажимаем на саму вкладку. Появляется у нас вот такое маленькое окошко. Посмотрим, что здесь 8 файлов. К сожалению, на ТСР больше нельзя загружать. Все у нас перешло на следующий этап. Это у нас он находится на проверке. Здесь у нас все с вами хорошо. Смотрим, что вот скоро оно будет у нас опубликовано. Это замечательно. И теперь нам осталось подождать еще несколько дней, чтобы наш дом опубликовался. Проходит у нас еще несколько дней. И как видим, у нас дом наш опубликован уже на The Sims Resource. И на нашей вкладке он уже в доступе для людей, чтобы его можно было скачать. Так что сейчас мы с вами перейдем к ошибкам. Если у нас ошибка, как видите, у нас выскочила она в отклоненные. Мы смотрим, что написали нам модераторы The Sims Resource. Они написали нам, что нельзя указывать больше 8 фотографий. Мы проверяем. Да, их действительно 10 штучек. Мы удаляем те, которые нам не нужны. И добавляем характеристику. Именно какие дополнения были использованы при постройке данного дома. Мы делаем, опять же обновляем нашу постройку. Опять нажимаем на эту вкладку самой. И опять мы должны будем его отправить на следующий этап. Так что, ребята, если вам была полезна данная информация, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok